Сегодня мы проводим традиционную встречу, у нас седьмая, три главы поселений. В таком формате отчитываются о произведенной работе в течение года. Считаю, что эти встречи важны для обеих сторон. Такие встречи помогают выявить проблемы в поселениях, сделать работу власти более эффективной. Жаворонки – динамично развивающийся муниципалитет. Совсем скоро в поселении появится современный ФОК, на базе которого откроется центр акробатического рок-н-ролла. Это большой центр акробатического рок-н-ролла. Там просто трехэтажный ФОК, гостиница. И, соответственно, планы тоже у объекта такие мощные. Уже ведутся работы земляные и сетевые. Наряду со спортом большое внимание в сельском поселении уделяется культурной жизни и патриотическому воспитанию. Культура наполнена с избытком. Театральный центр в Жаворонке мы видим на всех наших мероприятиях. Проводится масса областных фестивалей, конкурсов. Именно здесь впервые в районе был организован отряд юных армейцев. Школьники с малых лет учатся быть патриотами своей страны. Ребята участвуют во многих всероссийских мероприятиях. Мы видим их даже на территории Кремля. Кроме того, в поселения вкладываются иностранные инвестиции. Пример тому – открывшийся менее года назад гипермаркет «Глобус». Совсем скоро в Жаворонковском появятся еще два сетевых торговых комплекса. Благоприятное расположение маршей нашего поселения и активное взаимодействие с администрацией Денцовского района и с правительством Московской области создает здоровый такой благоприятный фонд для инвестиций. Мы стали местом притяжения для большого ритейла. У нас практически все марки представлены. Светлана Дэвис рассказала и об изменениях в сфере здравоохранения. В этом году на базе Перхушковской больницы номер 2 начала работать служба неотложной помощи. А в амбулатории откроется дневной стационар по профилю терапия. Мы гордимся, что на территории нашего поселения расположена Денцовская районная больница номер 2. Они тоже добились значительных успехов в развитии. Сейчас у них второй уровень оказания медицинской помощи. Получили 27 новых лицензий на виды деятельности. В прошлом году были завершены работы по реконструкции водозаборного узла в селе Юдина и очистительных сооружений в деревне Крюково. По оценке главы сельского поселения встреча получилась продуктивной. Мы обсудили все актуальные задачи, которые сейчас в работе у нас в администрации. Приятно то, что материалом руководитель наш владеет. Все у него под контролем, все у него в зоне его внимания. Сегодня в поселении работы не прекращаются. Приводятся в порядок детские площадки, сети наружного освещения, ведется ремонт подъездов в многоквартирных домах. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».